Всем привет, друзья, с вами Андрей и это канал Флутбола до жизни. Итак, четвертый выпуск нашего легендарного сезона, рубрики Форд Фифа. Итак, нужно нам собирать полную команду из икон, уже несколько таких есть, есть даже уже и прайм иконы, но нам нужны именно прайм момент. Именно те, которые выпускаются EA Sports, они уже давно вышли с такой полосочкой по середине карточки. Так что нам нужны именно такие прайм айкон момент. Так вот их полное название, но у нас уже много есть икон, нужно конечно левого защитника, нам неплохо бы от Роберто Карлоса, например, Мальдини можно было туда бы поставить. Ну и в самом начале мы открываем 5 золотых игроков на футхеде. Нет, нет. А вот Стивен Джерард, это конечно, да, это если я не ошибаюсь, его самая низкая рейтинговая карточка, но все-таки будем его ловить еще раз и будем его апать, это конечно же да. Нет, нет. Ну что же, друзья, из центра поля у нас ушел Джей Силингард, теперь у нас появился здесь другой англичанин, Стивен Джерард, его самая низкая рейтинговая карточка, но у него есть это прайм икон момент с карточкой, так что мы его естественно и взяли. Нужно нам убирать и справа защитника, мне кажется, уже 83 для нас неприемлемый рейтинг, ну и особенно серебро из левого защитника, можно здесь вообще любую теперь карточку поймать, левого защитника хорошего и туда поставить, так что вот такую мы цель с вами, наверное, и возьмем. Ну а пока что мы переходим к первой игре Fortnite. Итак, занял я 43 место, пережил 57 соперников, из-за этого получаю 29 золотых игроков. Ну что же, друзья, 29 золотых игроков, давайте попробуем тогда избавиться от левого серебряного защитника, потому что теперь нам можно туда вообще любого ставить, и тогда уже будем думать про него пока что. Ну 29 игроков, мне кажется, на это нам и потребуется, ну и надеемся, что попадется еще какая-нибудь новая икона. Первый игрок. Ну естественно мы его берем, пока что это наш единственный вариант, прям сразу левый защитник, пока что это да. Нет. А вот Поль Пагбаеву, хедлайнер карточку мы возьмем, будет сидеть на резерве пока что. Нет, 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 нет. Ну а почему бы его не взять, у него есть еще и 95, просто так пока что для рейтинга мы естественно будет с Суарса возьмем. Нет, 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 нет. Итак, друзья, выпадает нам Ревалда 92, так же как это было в первом для нас сезоне, но здесь такая проблема, что у нас уже есть его карточка 87, а 92 на левого вингера у нас уже там есть Дикс. Поэтому давайте мы возьмем Ревалда, посадим его на скамейку запасных, а вот вместо него тогда на позицию ЦПшника станет Поль Пагба 92, который нам выпал. Пока что мы будем от этого отталкиваться, пока мы всех икон не соберем. Нет, 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 нет. Ну давайте для рейтинга возьмем. И новые иконы, и снова для нас это проклятие, это снова центральный защитник, у него есть 93 Апрайм карточка, но сейчас нам выпадает его Бэйби версия, поэтому мы ее естественно возьмем на замен. И последний игрок нет. Ну что ж, друзья, после первой игры нам удалось, конечно, поймать левого защитника Золотого, также нам получилось поймать Пагбу, но и также получилось нам поймать две иконы, причем одна, которая из нас у нас уже была, это Ревалда, поэтому мы его так и убрали, но у него есть 93 Апрайм, вот если она нам еще раз выпадет, нам Ревалда, мы его возьмем, и тогда уже Поль Пагба покинет место в стартовом составе. Ну и вот так вот у нас уже 4 иконы на резерве и 2 иконы в запасе, и еще надо нам 4 в основной состав, именно по позициям. Ну что ж, друзья, переходим ко второй игре Фортнайт. Итак, занял я 12 место, пережил 88 соперников, получаю 44 золотых игрока. Итак, друзья, получаю я 44 золотых игрока за то, что пережил 88 соперников, занял я топ-12, а за то, что я занял топ-12, я получаю 15 плюсом еще сверху золотых игроков. Итого у нас получается 59 золотых игроков на финальное открытие сегодняшнее. Первый игрок. Нет, 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 нет. Ну давайте возьмем, мне просто сама карточка очень нравится, просто для рейтинга. Пока что возьмем, потому что у нас там стоит игрок с рейтингом 76. Нет. А вот и очередная икона, это Кристиан Вьерин, но у нас есть уже в нападении форвард Гарри Линникер с рейтингом 92. Но это все равно, плюс нам нужно заполнять как запас, так и резерв. Это да. Нет, 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 нет. Очередной Погба, но нет. Нет, 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 нет. Нет, возьмем, надо нам улучшать левого защитника. Друзья, и Лионель Месси Тотти, мы естественно его берем. Долго у нас еще, наверное, в команде продержится, пока его, например, там Пиле или Марадонна просто не вытеснет. Ну или у нас уже все будут иконы, и его просто придется убирать. Естественно, мы сейчас его возьмем. Нет. Придется его взять. Нет. А вот и Роберто Баджо. Это новая для нас икона. 91-я, это его средняя такая версия. Есть у него еще 94-я на Цапнике. Естественно, мы ее берем. Нет. Хуан Себастьян Верон. Это его средняя карточка. Есть еще и 90-я. Пока что это все равно да. Нет. К сожалению, нет. Нет, 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 нет. Ну вот Фудхед нас просто балует этими рейтингами 90. Уже третий рейтинг 90 подряд. Но взять мы их уже не можем просто из-за того, что нам их уже даже девать некуда. У нас там уже практически даже резерв и запас забиты иконами. Нет. Нет, 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 нет. Друзья, и снова нам выпадает Карлес Пуел 90. У него есть 92-я еще карточка. Мы ее берем. Но если нам еще раз Карлес Пуел выпадет, мы уже возьмем его прайм карточку. Но хотя бы одно радует, что первый у нас апнутый игрок становится. Нет, да, нет, 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 и последний игрок нет. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Чем быстрее вы наберете 30 лайков, тем скорее выйдет новый, уже пятый выпуск Ford FIFA. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол тоже не до новых встреч, друзья. До свидания. Флэг-лист государева немилость, хотя вроде бы и чистый, небо самолетом от цензуры для артиста.